Продолжение следует... Сумасшедшие люди. Сейчас я хочу, чтобы ты посмотрела на человека рядом с тобой. И сделай очень серьезное выражение лица. Так, у тебя было достаточно сегодня развлечений. Пожалуйста, посмотри серьезно. И ты должен стать серьезным. И скажи человеку рядом с тобой, сегодня все будет очень серьезно. Больше нельзя смеяться. У меня есть вопрос, чтобы тебе задать. Кто-то слушает то, что я говорю? Бедный я несчастный, меня никто не слушает. Так или иначе, очень радостно вернуться назад. Прошел месяц всего, с тех пор, как я здесь был в прошлый раз. Если ты будешь хлопать после каждого предложения, долго так продолжаться не сможет. Молодой человек в голубой рубашке. Как тебя зовут? Синий. Питер, Петр, я верю, что Господь хочет что-то тебе сказать. Он привел тебя сюда для определенного плана. Мне напомнило ситуацию с Иисусом и Нафанаилом. Потому что... Иисус ему что-то сказал. Он сказал, я видел тебя вчера под фиговым деревом. Под смоковницей. Но это еще и другое название. Для смоковницы еще есть иное название. Фиговое дерево. И он что-то имел в виду насчет этого. Но что-то понял Нафанаил, потому что он имел новое переживание в своей жизни. И он сюда... Я чувствую, что Господь говорит, что он тебя привел для определенной цели сюда. И то, что он хочет тебе показать. И то, что он хочет делать новое в твоей жизни. Потому что он хочет, чтобы ты ушел из этого места абсолютно уверенный в том, к чему он призвал тебя. Что-то имеет... Откликается у тебя? Пожалуйста, встань, я за тебя помолюсь. Пожалуйста, прострите свои руки к Петру. Господь, пожалуйста, продемонстрируй Твою любовь и сострадание в жизни Петра. Я прошу, чтобы Ты излил Свою любовь и Свою милость. И я прошу, чтобы он ушел отсюда, измененный изнутри. И он был уверен в своем предстоянии пред Тобой. Аминь. И вот этот парень в оранжевой кофточке. Оранжевой кофточке. Оранжевый цвет означает сладостное общение. Сладкое общение. И я хочу, чтобы ты знал, Господь говорит тебе, Ему нравится общаться с тобой. Как Юрий Гагарин, да? Который и спутник тоже. Он, ну, полетел к звездам. И он хочет тоже, чтобы ты взял старт на звезды. Он хочет, чтобы твои глаза были обращены к звездам. Аминь. Господь, излей на Юру свой дух. Благослови его Твоим присутствием. Господь, я молюсь, чтобы два брата, они знали радость от служения Тебе. Простри руки, вот так. Господь, я молюсь, чтобы ты помазал эти руки, чтобы они исцеляли людей. В их духе, душе и теле. Господь, поведи их правильным людям, чтобы они познали исцеление и цельность в их жизни. Благослови его. Аминь. Аминь. Благослови его. Хорошо? Хорошо. Как тебя зовут? Дима. Дима. Встань, Дима. Не, можешь стоять. Вы можете прийти. Как далеко отсюда до Санкт-Петербурга? 30 часов. 30 часов. Хорошо. Я хочу, чтобы ты знал, что Господь хочет почтить тебя за то, что ты был туда, где Он хотел, чтобы ты был. И как и Петр, за которого я молился, я верю, что у него особое предназначение для тебя. И ты как раз в процессе изменения координатов твоих. Он переводит тебя, немного изменяет направление твоей жизни. И Те изменения, которые происходят в твоей жизни, ты должен знать, что Он стоит за этим. Имеет ли это какое-то отношение? Да. Хорошо. Окей. Отец. Тихо и серьезно попросим. Господь, излей Своё благословение на Диму. Увеличь Своё помазание в Его жизни. И направи Его в том направлении, в котором Ты хочешь, чтобы Он шёл. Господь говорит, что Я уже пошёл впереди Тебя. И я открываю этот путь и расчищаю его. И ты не должен переживать о каких-то препятствиях на пути, потому что Я уже их убрал. Аминь. Благослови. Окей. Окей. Да, хорошо вернуться назад. Это чувствуется хорошо, когда Вы хлопаете. Спасибо за Ваше спонтанное добро пожаловать. Я вновь привёз с собой команду. Привёз. Но никто из них не был здесь раньше. Не знаю, имеет ли это какое-то значение. Но они здесь со мной. И Энн, он сзади встал. Вы можете его назвать Яном. И Пётр. Питер. И это Сара. И моя дочь Бекки, она тоже здесь. А кто был здесь, когда я говорил месяц назад? Я сказал, что Бекки, она такая же, как я. Она высокая, стройная, с кучерявыми волосами. Такая же, как я, правда? И такая же улыбка у неё. И Бекки сделала несколько фотографий сегодня утром. Она видела в духе, и пару, я не услышала, не фотографий, а картина. И одно видение, она хочет поделиться одним видением. И утром она постеснялась поделиться этим видением перед двадцатью нами. Так папа решил, что она не постесняется вечером перед всеми нами поделиться. Я имела видение света, и мне показалось, что он выходит из Англии. И этот свет потёк, как бы полетел через воздух, как волна. И неожиданно он остановился, как будто он оттолкнулся на стену. И посередине Украины проходил этот круг, и этот круг был как стена. И это было посередине Украины. Да, и эта стена, она была вокруг всей земли, но она проходила посередине Украины. И тот свет, который шёл вокруг стены, он был ярче, чем где-либо в другой. И когда я приблизилась, я увидела, что это огонь, как бы пламя огня ходит вокруг. И вся остальная земля, она находилась во тьме. И я думала, как же свет проникнет за эту стену, для того, чтобы осветить тёмную землю. И я видела, что пламя, оно как бы увеличивалось, и такие его, как бы, искры, да, они перелетали через стену. И этот свет, он не мог проникнуть. И она чувствовала, что нам нужно поджигать этот свет каким-то образом, чтобы он больше возгорался, чтобы вот эти вот искры не перелетали через эту стену. И, наверное, это молитвы. Раздувать пламя. Спасибо. Прошлый раз, когда я приехал, примерно нас 10 человек было, и мы поехали в Боярку. И там я в воскресенье, после обеденном собрании проповедовал. И я там поделился одной историей, но где-то уже 10 человек эту историю слышали. Но я хочу эту историю рассказать вам о оставшемся, которые ещё не слышали. Жил на свете 83-летний украинский мужчина. И в один день он поехал удить рыбу. И он ловил рыбу на озере на лодке. И вдруг он услышал голос, который откуда-то разносился. И голос говорил, подними меня, подними меня. И он посмотрел по сторонам, он ничего не увидел. И он продолжал ловить рыбу. И через пару минут он опять услышал голос. И этот голос сказал, подними меня, подними меня. И он посмотрел вниз, и увидел, что на листе сидит лягушка. И лягушка, она вновь с ним говорит. И она говорит, подними меня. И потом она говорит, поцелуй меня. И она говорит, поцелуй меня. И тогда я превращусь в прекрасную принцессу. И тогда ты можешь на мне жениться. И я буду твоя навеки. И он наклонился, поднял эту лягушку. И положил к себе в карман. Через пару минут лягушка воззвала и сказала, Слышал ли ты, что я тебе сказала? Я же тебе сказала, что если ты меня поцелуешь, я превращусь в прекрасную принцессу. И ты можешь жениться на мне, и я буду твоя навеки. А мужчина говорит, нет. В моем возрасте говорящая лягушка куда интереснее. Это просто вас ободрить. Это не имеет никакого отношения к тому, о чем я буду говорить. Вчера я приземлился в Киеве. Примерно в час дня. И когда наш самолет начал спускаться, мои уши начали гореть. И они стали очень горячими. И я спросил Господь, что это означает? Может быть, это означает то, что Бог хочет сейчас говорить со мной, и говорить о том, что Он хочет сказать? Как горящие уши, это как символизирует помазание о том, что Бог будет говорить с тобой. И я думаю, что это очень важно. И когда я сегодня утром молился, я почувствовал, что Господь что-то другое сказал об этом. И в Англии у нас есть такое выражение, что у тебя горят уши. И некоторые люди говорят, не горели ли у нас вчера уши? Например, когда, если о тебе говорили, то у тебя горят уши. И я когда молился сегодня утром, я почувствовал, что Господь сказал. Мы говорим о тебе на небесах. Не мне, но о всех нас. Они говорят на небесах. То есть, как будто бы ангелы переговариваются и говорят, смотри, что случается с этими людьми там внизу. Посмотри, что сейчас будет происходить там среди них. Но как минимум Господь, Он знает, что будет происходить. А мы не знаем. Но понимание было, что о нас говорят на небесах. И, может быть, они имели в виду то, что случилось здесь несколько минут назад. Радости, танцы. И ужасный шофар, который дул, все время гудел. Четыре. Четыре. Один достаточно уже ужасно было. Они, наверное, смотрели вниз и говорили, но эти ребята точно, у них хорошее время. Они должны быть благословлены там внизу. И я верю, что вот эти дни с сегодняшнего дня до следующего вторника Господь что-то с нами хочет делать очень важное. И я посещал конференции и организовал конференции на протяжении многих лет. И такие вот вещи, которые сегодня вы продемонстрировали, обычно случаются в последний вечер конференции. Ворота. Что было? Ворота. Она сказала, гейт. И тогда она сказала, что происходит. Но мне кажется, у нас будет фан. Хорошее время. Слишком долго церковь была очень серьезной. Очень серьезной. Это водка. Да, есть серьезный элемент в том, что мы делаем, как христиане. Но я не думаю, что ученики Иисуса ходили с такими вытянутыми лицами все время. Мне кажется, что у них было хорошее время. Но когда они вернулись к Иисусу, когда Иисус отправил 72 ученика, и они вернулись к Нему, у них были такие лица, как будто действительно что-то случилось. И они сказали, Иисус, даже бесы повинуются о имени Твоем. Можно вот так сказать, Иисус, даже демоны повинуются о имени Твоем. Я не думаю, что было так. А наверняка они сказали, Вау, Иисус, даже бесы повинуются о имени Твоем. Да, он должен был их немножко откорректировать на этот отчет, потому что не надо так радоваться об этом факте. Но лучше вы радуйтесь, а действительно вот таким образом, о том, что ваши имена записаны в книге жизни. И потом он сказал, «Я видел Сатану, падающую с неба, как молния». Некоторые думают, что он пророчествует из Ветхого Завета и говорит об Исаии и Эзекииле в главе, где написано, что он спал с неба. Мы знаем, что Люцифер был сброшен с небес. Но мне кажется, что он говорил нечто иное. Он говорил, что когда ты идешь и делаешь дела царства, я вижу, как падает царство сатаны. Каждый раз, когда ты сгоняешь беса откуда-либо, из кого-либо, царствие небесное приходит на землю. Каждый раз, когда ты молишься за кого-то, кто болен, царствие Божие приходит. И царство врага, оно сокрушается и оно отбрасывается. Поэтому я думаю, нам нужно иметь хорошее время. И мне кажется, что христианская жизнь должна быть очень радостная. И мы должны наслаждаться и получать удовольствие от того, к чему призвал нас Господь. Но нам нужно иметь ясность о том, к чему нас Он призвал. Иногда мне кажется, что в церкви у нас неправильное понимание того, к чему нас Господь призвал. И такими были ученики. Например, они были в одном городе в один день. И люди не слушали их. И ученики сказали, может быть, нам следует призвать огонь с небес? А Иисус сказал, нет, мы не будем призывать огонь с небес. И они ошибались, неправильно делали выбор. И в другое время они детей отталкивали от Иисуса. И Он должен был тоже откорректировать их и сказать, нет, пусть дети приходят ко Мне. Не пытайтесь их остановить. Поэтому даже ученики, они ошибались в те времена. И одна из сфер, где мы, как ученики, имеем ошибочное представление, это следующее. В Матфея 16 главе Иисус сказал, я создам Мою церковь. И если ты на Западе, например, в Англии, пойдешь в христианский магазин, ты найдешь там множество книг о том, говорящих о том, как строить церковь. И лидеры ездят в множественные конференции, и там им рассказывают, как надо строить церковь. Как позволить ей расти. И есть там семь шагов для возрастания церкви. И если ты так будешь им следовать, твоя церковь будет возрастать. Но Иисус сказал, я буду строить свою церковь. Поэтому мы не должны делать его работу сами. Но в 28 главе Матфея то, что он сказал нам действительно делать, он сказал, чтобы мы шли и делали учеников. И он говорит, чтобы мы учениками сделали целые нации. Он сказал, сделайте учениками учениками все нации. И здесь представители есть нескольких наций. Есть украинцы, русские, есть из Молдовы, и есть также люди из центра Вселенной, из Англии. Ты знаешь, что Бог говорит на английском языке? Поэтому, чем раньше ты начнешь учить английский язык, тем лучше для тебя. И Галима учит английский язык. А еще, как ты можешь научиться английскому языку, тебе нужно молиться на языках на английском. И, может быть, твой словарный запас будет слегка ограничен в этом случае. Холли Год, Джизус. Например, Холли Год, Джизус. Я люблю счастья. Я люблю счастья. Я не могу тебя очень далеко в центре Лондона, но это начало. Ты далеко не зайдешь, не пройдешь, не продвинешься в середине Лондона с таким языком. Но начать с этого можно. Так же у нас есть неправильное порой понимание царства. Есть два взгляда на то, как придет царствие Божие. Некоторые думают, что мы должны этот мир сделать царствием Божиим. И если ты так веришь, то ты будешь делать все возможное, чтобы жизнь сделать лучшее на земле. Но Иисус говорил о том, что Его царство, оно придет в этот мир. И что Его царство завоюет этот мир. И я думаю, что это будет правильное понимание, что значит придет царствие Божие. И это будет, depending on where you come from, это будет determine, how you function as christian and as a church. И о том, как ты думаешь, каким образом оно придет, от этого зависит то, как ты будешь себя вести в церкви. Иисус учил своих учеников молиться. И что касается учеников, это было единственное, что они попросили Его сами, чтобы Он научил их. Научи нас молиться. И очень интересно то, что Он ответил им. И Он их научил тому, что мы называем Господня молитва. на самом деле, это царская молитва царства. Иисус, Там написано, что твое царство придет, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Но Он интересную вещь им сказал. Он сказал, молись так. Дай нам на сегодняшний день наш ежедневный хлеб. И это более, чем молитва просто об обеспечении нашего питания на каждый день. также можно, один из способов, как можно перевести это местописание может быть таким. Дай нам сегодня хлеб на завтра. Когда ты молишься таким образом, ты молишься, что о том, что все, что для меня хранится на небесах, чтобы оно было сегодня принесено в нашу жизнь, в мою жизнь. Это и есть молитва царства. И Иисус также говорит о хлебе как об исцелении. Одна язычница однажды попросила Иисуса, чтобы она изгнала, чтобы он изгнал демона из ее дочери. Она была язычница. А Иисус ей ответил, разве это нормально взять хлеб со стола от детей и отдать псам. Она ответила, да, но и псы едят крохи, падающие со стола Господы. И тогда Он ответил, что по вере твоей будет тебе. И тогда дочь была мгновенно исцелена, освобождена. Поэтому мы можем видеть, что когда Иисус говорит о хлебе, это есть исцеление. Когда мы молимся, дай нам сегодня хлеб наш насущный или дай нам сегодня хлеб на завтра, хлеб завтрашний, вот дословно Он сказал, что ты молишься, ты по сути молишься об исцелении. Потому что если ты говоришь дай нам сегодня хлеб завтрашний, там на небесах нет болезней. И также на небесах нет смерти. Там нет греха. То есть то, что ты имеешь для меня завтра, то есть в небесах, то совершенство, которое ты имеешь для меня в небесах, то есть завтра, куда я приду, я хочу иметь сейчас. Дай мне это сейчас. И это есть молитва царства. И там Господь нам очень много уготовал на небесах. И это нормально сказать, дай мне сейчас то, что ты ко мне приготовил там на небесах. И в Откровениях 21-3 там написано. И я услышал громкий голос небес говорящий. Посмотри, сескиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. Иногда мы молимся о посещении с небес, чтобы Бог нас посетил. Но что хочет Господь, я верю, Он не хочет просто прийти на посещение, на короткую встречу к нам, но Он хочет прийти и поселиться среди нас. И это местописание, что Его скиния, то есть Его место обитания сейчас с человеками, место обитания. И это всегда было в Его сердце. И что мы хотим? Мы хотим просто визит, или мы хотим, чтобы Он пребывал с нами, обитал с нами. И я подозреваю, что Бог хочет, чтобы мы просили Его о том, чтобы Он пришел и остался. И пришел и обитал вместе с нами. И когда я начал думать о серьезности этих служений, которые мы будем иметь, я начал думать о городе, который Господь хочет построить. Потому что Кости и веки ведения для этого служения это город. А что это за город, который Он хочет построить? И я буду об этом говорить на протяжении нескольких последующих дней. И И 66, первый стих там сказано. Вот что говорит Господь. Небеса мой трон и подножье ног моих земля. Где вы построите мне дом? Где будет место отдыха и место покоя моего? видишь ли, Бог ищет место покоя для Себя. Он ищет место, которое Он может сделать Своим домом. Поэтому я не думаю, что Он просто хочет прикоснуться к церкви. Он хочет коснуться города. и когда Он касается города, тогда через это Он хочет трансформировать землю. И то видение, которое Бекки видела, это часть того, что Он хочет делать. Он хочет видоизменить, трансформировать землю. И Вы играете важную роль в этом. Потому что Вы знаете те пророческие слова, которые были высвобождены для России русскоговорящего народа. Я думаю, что я уже это упоминал на моих предыдущих визитах, во время предыдущих визитов. Есть такой миссионер Хадсон Тейлор. И в 1855 он сказал следующее. И он был в Англии в это время, это он сказал во время проповеди. И во время своего послания проповеди он остановился. И он начал говорить. Он сначала долгое время молчал. И когда он заговорил вновь, он сказал, я видел видение. Я видел видение великую войну, которая покрыла всю землю. война остановилась, но потом она вновь началась. По сути, это как две войны было. После этого я видел много волнений по земле и революции по земле. И после этих войн я видел в некоторых местах духовные пробуждения. Но потом я увидел в России, как по всему лицу России сильное духовное пробуждение. И потом из России я видел, как это пробуждение пошло в европейские страны. И потом я увидел пробуждение по всему миру. И оно было перед пришествием Христа. И это пророческое слово, оно имело отношение к России. И в то время, когда он говорил, Украина естественно была частью России. Возможно. ноги. правильно? В 1855? 19? 18? 1855? 1855? Да. Империя, да. Да. Окей. Поэтому как Украина была частью Российской империи, это было слово и для Украины также. Поэтому вы будете частью Божьего плана последних времен, для того, чтобы принести вот это пробуждение для всей Земли. И вы выглядите очень вдохновленными по этому поводу. Вы слышали, что я сказал? Подними меня и поцелуй. Давайте возьмем это в сердце вас, по сути, что Господь говорит нам и нашим нациям. Потому что Бог имеет невероятное призвание для вас, которое важно для всей Земли. И другое, что я потом обнаружил, когда я посмотрел ближе на историю в частности Украины, перед советским временем, Украина производила 70% хлеба, который использовала для производства для всей Европы. Украина производила 70% хлеба, которое производила вся Европа. Одна Украина. И это невероятно. Потому что у вас невероятно богатая земля здесь, на Украине. И также я верю, что это имеет отношение к чему-то духовному. Потому что если хлеб символизирует естественное исцеление, то в Духе этот регион имеет ключевое стратегическое значение для исцеления наций мира. Поэтому на протяжении следующих нескольких дней Господь хочет экзаменовать нас вместе. что означает для Бога прийти и захватить город? Что означает для Бога строить город? И как будет выглядеть этот город? И как мы можем защитить этот город? И как мы можем быть уверены, что Божьи цели для этого города действительно осуществляться? Потому что здесь я вижу, что есть представители возможно многих городов. И это не обязательно тот город, из которого вы приехали. Но я имею в виду, что среди присутствующих здесь есть много строителей городов, разных городов. И если вы откройте свое сердце и позволите Богу вложить ведение в ваше сердце, то Он вам покажет, как это делать. Но я уверен в одном, то, как мы понимаем сообщество или общество, оно уже не действует и не работает более. в Англии. Например, у нас, в частности, в Англии, в системе здравоохранения она уже не справляется с нуждами людей в обществе. Да-да-да. Да-да-да. Наташа, ты меня перебила, я теперь забыла, что я хотела сказать. Не хотите ли вы делать те вещи, которые делал Иисус Христос? Не хотели вы взять пять хлебов и две рыбки и накормить пять тысяч этими? Или даже двенадцать тысяч. Потому что там написано пять тысяч мужчин было. Потому что он не посчитал женщин и детей. Поэтому я хочу вопрос задать вам женщинам. Если мужчина останется на безымянном каком острове? Без необитаемом острове и там не будет ни одной женщины. если он что-то скажет, мужчина, он все еще не прав? Это шутка. Потому что так это выглядит, что он не прав. Например, хотим ли мы размножать пищу? Хотим ли мы стоять посередине кладбища? И рядом с могилой того, кто был четыре дня уже в гробу? И сказать, выйди вон! У меня есть теория об этом. Знаете, когда Иисус в Иоанна одиннадцатой главе это сделал, он сказал, Лазарь, выйди вон! Он не сказал Лазарь, а хорошо, что он сказал Лазарь, иначе бы они все поднялись с могилы, все вышли. Он бы сказал, извините, извините, пожалуйста, назад. Я имел ввиду Лазаря. Ну ладно, окей. Хотели ли бы вы отдать мертвого сына назад живой матери? Не было бы это замечательно? Не хотели бы молиться за слепого, чтобы он обратно получил свое зрение? Или, например, кто не может слышать, он глух, чтобы он получил назад свой слух? Не чудесно ли это было бы? Но вы можете, потому что Иисус сказал, те дела, которые я творю, и вы сотворите. И больше сих сотворите, потому что я иду к Отцу. Я не думаю, что есть что-то более замечательное, невероятное, чем раскресить кого-то из мертвых. У меня есть теория об этом также. Я молился за пару мертвых в течение нескольких лет безуспешно. И я думаю, что мы должны их воскрешать, пока они еще теплые. потому что если они успеют подняться на небеса и иметь представление, какие небеса, они не захотят уже возвращаться. У меня также есть своя теория относительно хождения по воде. ты должен это делать очень быстро, прежде чем ты погрузишься под воду. Поэтому все это мы можем делать. один человек на его служениях в Америке он мне рассказывал некоторые люди получали сверхъестественное похудение, много килограмм сбрасывали за одно служение. Но вы видите, что у меня пока не было в этом успеха. Но у меня тоже есть по этому поводу теория. У меня есть теория насчет многих вещей. Я не полный. Я просто невысокий. немного короткий для моего веса. Просто это другая перспектива, другой взгляд на твое здоровье. я лично видела своими глазами, как Бог делает это чудо, когда люди теряли вес. В 2008 году была одна девушка, я за ней целый день наблюдала, Господь привлек мое внимание, там было много тысяч людей, но почему-то именно за одну девушку я наблюдала, она была очень широкая. И потом было служение, было слово знание по поводу того, что Бог будет уменьшать людей. И она была одним из тех людей, которые вышли и засвидетельствовали. И она значительно похудела на несколько размеров одежды. я думаю, что я сейчас на этом остановлюсь и завтра продолжу. Потому что я хочу говорить об этом городе, который Бог хочет строить. Я хочу в частности говорить о том городе, который строил Давид. Уже 9.30. Мы сейчас будем молиться, если вы не возражаете. Окей.